Ну да, да, да. Не только на русскоговорящем пространстве, но вообще во всём мире. Вот, и давай ты немножечко нас... Вот тут есть люди, которые вообще впервые слышат слово «Дейзи». Вот, я сделала заявление, что сегодня со мной будет беседовать соучредитель этого проекта «Дейзи» Илья Манин, кто первый раз видит, ребята, добро пожаловать, знакомьтесь с интересной личностью. Вот, и я думаю, что хотя бы немножко погрузить людей, что это такое, чем это будет, скажем, ажиотаж интересен многим. Вот, ну а люди, может быть, в комментариях потом захотят позадавать вопросы, и мы, может быть, сделаем анонс, когда у нас будет уже большая, может быть, более глубокая, погружённая встреча, где люди смогут более детально что-то узнать. Ну да, да. В общем, всё это началось, в принципе, ещё, наверное, с сентября месяца, вот, когда мы думали запустить маркетинговую кампанию с партнёром, с Эдуардом, с Эндотеком. Мы хотели пойти традиционным способом, продавать либо лицензии, либо ещё в какой-то форме это всё обернуть, да, естественно, всё легально делать, вот у нас полностью прозрачный бизнес, вот, и выходить на страны СНГ, Азия, Юго-Восточная Азия, там, Восточная Европа, может, такие страны, менее богатые, чем та же Америка или Япония, да, где немножко по другой модели работает одна американская компания и предлагает через подписки сервис Эндотек. Вот это предыстория. Потом у нас появился в партнёрах Джереми, вот, который привёл эту идею в смарт-контракты. Я слышал про смарт-контракты, конечно же, я даже в одном регистрировался, так по приколу, что называется, да, мне интересно, как технология работает, вот, но нам не приходило в голову, что можно смарт-контракт прикрутить к этому всему бизнесу. Так это всё появилось, вот, мы однозначно приняли эту модель смарт-контракта. Октябрь, ноябрь, декабрь очень плотно готовились, вот, в январе, значит, у нас был фальшстарт, но вот очень сильный, то есть мы запустились, мы 4 дня проработали, и за эти 4 дня мы побили все рекорды индустрии MLM вообще исторически, то есть никто такого ничего не делал, вот, таких объёмов за такой короткий срок, но, к сожалению, к сожалению, у нас до 90% на 4-й день, как ты помнишь, до 90% оплат перестало проходить по той простой причине, что смарт-контракт, вообще технология блокчейна, она ещё находится на раннем этапе эволюции, да, и очень ограниченное количество действий можно прописать, прокодировать в смарт-контракты, и, соответственно, есть лимит, это называется тайм-лимит, да, лимит на обработку этих транзакций, то есть когда кто-то платит за пакет, тебе даётся там не 5 минут и не 10 минут, чтобы это всё прописалось, чтобы это всё проплатилось всем людям, комиссии выплатились, вот, всё должно за короткий срок происходить, и оно происходило до тех пор, пока у нас не стало много, там, пейсеттеров, пока у нас резко клиентская база не выросла, и получается, что на одну транзакцию там уже нужно было 150-170 платежей делать, да, и смарт-контракт стал зависать, думаешь, что, типа, пока он думал, короче говоря, да, вот, топливо у людей сжигалось, и в итоге проплаты не проходили. Нам, мы вынуждены были закрыть ворота, думали, что на 3-4 дня объявили об этом, вот, как ты видишь, уже прошло 2 месяца, то есть если бы мы тогда подумали, что это затянется на 2 месяца, это был бы полный пипец просто, вот, но мы над тем очень много беседуем, вот, мы сейчас как раз в Дубае вместе общаемся, да, ежедневно, вот, строим стратегию по развитию дальнейшего этого бизнеса. Нет худа без добра, вот, мы считаем, что на самом деле, на самом деле, оно хорошо, что оно так произошло, потому что даже если бы мы резко росли ещё месяца-два, и нам потом приходилось, пришлось бы это всё остановить, потому что технически смарт-контракт не был бы готов ко второй фазе, к дальнейшему масштабированию, да, то тогда было бы только хуже, вот, поэтому оно, конечно же, для всех, в первую очередь для нас, это было огромным шоком и жутким стрессом, наверное, самым вообще жутким из того, что могло получиться, вот, но хорошая новость заключается в том, что для клиентов деньги, они все в работе всё это время, вот, сейчас у нас бычий рынок, и, кстати, вот за последние сутки там, если проверят клиенты, зайдут себе в кабинет, да, увидят, что там достаточно неплохой прирост, вот, мы надеемся, что 30-40-50% не за горами прибыли, да, вот, напоминаю, что сама концепция – это краудфандинг, то есть мы краудфандинг… Илюш, подожди, я тебя перебью на секундочку, я, знаешь, хотела спросить, я поняла, ты немножко сделал комментарии, для тех людей, кто в курсе, что у нас был запуск немножко раньше, но его пришлось отодвинуть, переделывать технические, вот, смарт-контракты и так далее, с декофисом работали, и что сейчас, все в ближайшее время ждут начала, то есть это для тех людей, кто, как говорится, уже познакомился с тобой, был на твоих встречах и знает, что такое Эндотек, вот, а для тех людей, кто, может быть, слышал, может быть, краем уха, потому что я разговариваю, я с людьми слышала, ну, как бы беседовала, что край муха, они слышат про шумиху Эндотек, но каких-то детальных нюансов, их пугает вот эта, может быть, вся шумиха, сетевая имеется, MLM шумиха, и в самом Эндотеке, может быть, они не совсем еще, ну, как бы вот, может быть, погрузились, чтобы понять, насколько сам Эндотек интересен, и скажи, пожалуйста, вот изначально у вас была идея создать либо просто партнерскую программу, как ты говоришь, изначально хотели там просто лицензии продавать, или сначала был интересен сам Эндотек и показать его людям, сделать его доступным, что сам феномен в Эндотеке, что более первичное? Я могу сказать, что было изначально вообще еще до всего этого, изначально было много лет мытарств и поиска хороших инвестиционных возможностей для маленьких инвесторов, да, это называется ритейл рынок, розничных инвесторов, вот, потому что мы привыкли, да, что, ну, так в нашей жизни все работает на рынке финансов, что крупные игроки, у которых много миллионов в кармане, они зарабатывают еще больше, их деньги являются огромным рычагом, они используют правильный инструмент и умножают капитал. Маленькие инвестора, которые ни хрена не разбираются в инвестициях, не имеют финансовой грамотности, но хотят инвестировать, попадаются, ну, как это, я это называю минным полем, да, идут по минному полю и периодически взрываются, и у них то рука там, то нога, короче, отрывается, вот, и очень многие они теряют вообще желание инвестировать, да, к сожалению, как раз на рынке MLM большинство проектов, они непрозрачные, и они являются, ну, такими скрытыми, завалированными пирамидами, вот, и это очень грустно осознавать, то есть, по сути дела, вот этих розничных, маленьких беззащитных инвесторов, их просто все имеют страшные, со страшной силой, цинично и зарабатывают деньги таким образом, вот, поэтому изначально, прежде чем все появилось и прежде чем появился Дези, да, была страсть, и она есть, дать какой-то хороший инструмент для обычного человека, у которого небольшое количество денег, там, 5 тысяч, 10 тысяч, 2 тысячи, тысячи долларов, может быть, да, такой инструмент найти очень-очень тяжело, Эндотек это наша действительно находка, я сам год тестировал их торговые стратегии, то есть, у них крутая система по искусственному интеллекту, она опробирована, 3 года она давала хорошую прибыль, они работали с крупными институционалами, но в том числе Анна, директор, да, генеральный директор Эндотек, она всегда душой была с маленькими инвесторами, вот, и тут мы нашли точку пересечения, поэтому она согласилась на эту модель, потому что если бы, это то, что тут многие не понимают, да, если бы она привлекала деньги на развитие искусственного интеллекта следующего поколения через венчуры, то ей бы пришлось отдать огромное количество акций, то есть, по сути дела, контрольный пакет, да, это так работает, это жестко все, вот, а по нашей модели совершенно все иначе, только 10% акций передается через этот краудфандинг, полный контроль остается у нее, и плюс она получает огромную клиентскую базу, она вместе с нами, да, мы все вместе получаем огромную клиентскую базу, вот, и это, конечно же, очень здорово, да, потому что это глобальная клиентская база, и вообще, в принципе, мы, понятно, это искусственный интеллект, понятно, это трейдинг, меня слышно, Катя, у меня просто наушники садятся, прямо, если сейчас отключится, я без наушников буду, вот, помимо того, что это искусственный интеллект, помимо того, что есть компонент MLM, действительно, помимо этого всего, мы на рынке DeFi, и мы себя позиционируем как игрока на рынке DeFi, да, децентрализованных финансов, это сейчас самый горячий рынок, то есть вот смарт-контракт, он нас именно в этот рынок определил, и мы хотим именно на этом рынке спозиционироваться правильно, чтобы нас все знали, уважали, ценили, и в каком-то смысле мы будем ломать стереотипы относительно того же сетевого маркетинга, да, который очень многие не любят, справедливо во многом, да, не любят, потому что очень много дряни в этой индустрии, вот, но так как мы сами из этой индустрии пришли, мы маркетологи, вот, мы-то сами ее любим, да, мы понимаем, что такое маркетинг, вот, мы эти стереотипы хотим сломать, потому что то, что мы предлагаем, оно на 100% прозрачно со всех сторон, и со стороны продукта, и со стороны маркетинга, вот, и в этом как раз концепция, то есть DeFi это первый проект такой глобальный, который во главу угла ставит полную прозрачность, то, что мы натерпелись, многие, и находясь на другой стороне баррикад, да, вот, за эти годы, вот, оно все накопилось, и мы отлично понимаем, что требует рынок, и мы сами здесь строим, да, то есть мы, грубо говоря, мы этот смарт-контракт сделали, мы его, ну, логику продумали, а так, в принципе, мы, как и все здесь находимся, мы строим здесь бизнес, вот, по общим условиям, по этому же маркетингу работаем. Скажи мне, в чем бы ты в двух словах сказал именно вот феномен, я сделал объявление, тему нашей встречи, что ты объяснишь, почему DeFi, это следующий феномен, в чем его феномен, как ты считаешь? Феномен DeFi заключается в том, что это, вот я про это и сказал, да, что это первый проект, который полностью обнажает как продуктовую, так и маркетинговую часть, и дает возможность заработать абсолютно любому человеку. Вот в этом, я думаю, что феномен, да, потому что такого подобного проекта не найти. Феномен на рынке DeFi, наверное, заключается в том, что мы первый смарт-контракт с партнерской программой, объединившийся с реальным продуктом, опять-таки, вот в этом тоже феномен. И так как все, Катя и ты, в том числе, в первых рядах, я знаю, прямо в первых, в самых первых рядах, ищешь прозрачность, да, тебе не хочется заходить в темы, которые завуалированные, которые хитрые, вот, потому что современные мошенники, кибермошенники, они научились так дурачить людей, вот, что, в принципе, даже профессионалы не отличат настоящие это инвестиции или нет, да. Вот, очень многие устали от постоянных скамов и хотят прозрачности. И здесь DeFi в этом смысле подходит как раз для таких людей. Здесь нет каких-то ежедневных процентов фиксированных, здесь никто ничего не гарантирует. Вот здесь, по сути, здесь трейдинг, инвестиции в трейдинг, здесь трейдинговый инструмент, который до сих пор был доступен для крупных инвесторов, состоятельных инвесторов. Этот инструмент, он теперь стал доступен для обычного человека. Только у нас легально это не инвестиция, это краудфандинг на первой фазе. Вот, а уже со второй фазы, когда, фазы, когда появится лицензия, это будет инвестиция. Ну, круто. А, скажи мне, пожалуйста, для людей, которых все-таки, все-таки не будет интересовать партнерская программа, для людей, которые занимают исключительные инвестиции, для людей, которые рассматривают разные инструменты, это будет интересно? Да, бесспорно, это интересно для любого человека, потому что у нас, даже в слайдах у нас есть слайд презентации, где показано, что здесь можно пассивно заработать. Не будет интересно тем людям, кто привык к ежедневным начислениям. В разных компаниях, проектах, я не буду названия называть, их на рынке много, где каждый день платят какую-то сумму, какой-то процент. Если люди привыкли к этому, им это не будет интересно, потому что здесь может быть такая ситуация, что первые два месяца не только нету плюса, но вообще минус, запросто, 5%, 10%. И к этому люди должны быть готовы, потому что здесь, по сути дела, подход крупного профессионального инвестора. А крупный профессиональный инвестор, вложив большую сумму, он не будет каждый день судорожно заходить в свой кабинет и смотреть, сколько у него приросло. Это не так работает. И наш вызов заключается в том, что нам нужно обычному маленькому инвестору из Латинской Америки, из Китая, из Вьетнама, из России, из любой другой страны донести мысль о том, что инвестиции – это долгосрочно, настоящие инвестиции. У нас здесь это так. То есть нужно на полгода, на год, на два, по большому счету, забыть об этих средствах, то есть не переживать о них каждый день, не в смысле забыть, что совсем забыть. И настроиться на длинную дистанцию. То есть здесь это не спринт, это скорее марафон в плане пассивном. А в плане активном здесь как раз, я бы сказал, спринт. Но это отдельная тема. В плане пассивном здесь скорее марафон. И поэтому для обычного человека, единственное, я должен сказать, что для маленьких пакетов эта составляющая пассивная, она менее интересна, чем для больших. Поэтому если у кого-то капитал несколько десятков тысяч, то здесь интересно. Но это зависит от маркетинг-плана. Потому что в трейдинг уходит не 50, а 70%. Плюс у нас есть люди, у нас уже их достаточно много, кто приобрел все 10 пакетов. И они квалифицируются как VIP-инвесторы. Они через API-ключи торгуют через свой счет прямо на бинансе. И это отдельная каста, это VIP-клиенты. По сути, это как институционалы такие маленькие. Они здесь получают в пассивном смысле самый большой бенефит, самую большую прибыль. То есть у нас получается капитализм с какой-то стороны. Но даже для маленького инвестора, для маленького партнера, у которого всего лишь 1000 долларов, у нас найдется теплое место, он может получить какой-то либо переливчик небольшой, чуть-чуть заработать, никого не пригласить. Он получит долю в компании, которая потом будет конвертирована в акции, потому что компания Endotech будет выходить на IPO. И он получит, этот человек, 50% трейдинга и будет планомерно-планомерно наращивать свой капитал. Да, возможно, только за полгода, за 8 месяцев, может быть, он только вернет свое вложенное. Мы этого не исключаем. То есть здесь все открыто, и все это видят, всю динамику видят. Вот за 2 месяца, чуть больше, чуть меньше 2 месяцев, да, 2 месяца, кстати, сегодня 2 месяца, как мы стартовали на предзапуск, вот за эти 2 месяца, ровно 2 месяца, получается, наверное, около 25% на сегодняшний день доходности. Но это очень большая доходность в любом случае. Я понимаю, что… Это шикарная доходность, да. Многие люди припятались к другим цифрам, но все прекрасно понимают, где связано с каким риском. Вот, мы же говорим о прозрачном инструменте, который будет проходить аудит, насколько я знаю. Он уже проходит аудит, и когда мы эти пресс-релизы, да, сделаем, это будет тоже большой новостью. Вот в этом тоже, кстати говоря, уникальность. Ты спрашиваешь, в чем феномен? Вот это часть этой прозрачности, то есть… Скажи, есть еще компании на рынке, которые предлагают заверительное управление деньги, инвестиционные, и они помогли предложить именно вот аудит. Они помогли предложить совершенно… Посторонние люди контролировали. Я сталкивался с одной компанией, ты тоже ее очень хорошо знаешь, которая предлагала аудит на начальном этапе, вот, криптокомпания. Но этот аудит был, вероятно, ангажирован, вот, потому что и сам человек, кто проводил аудит, и сама эта аудиторская компания, они почему-то куда-то исчезли после того, как все было. Это была маленькая компания. Я сейчас говорю про аудит большой четверки. То есть, есть четыре компании аудиторские, крупные, финансовые, консалтинговые компании, да, их знает весь мир, весь финансовый мир, весь бизнес-мир. И вот этот уровень, как раз, который Endotech, который мы здесь покажем, это аудит от большой четверки. Он гарантирует на самом высоком международном уровне полную прозрачность. То есть, если там стоит печать и подпись, да, что это все реально, вот, что баланс такой-то, на начало февраля такой-то, на конец февраля такой-то, там аудируются счета на финансы, да, то это действительно так. Я другого проекта такого не знаю, скажу честно. В этой индустрии, я говорю про индустрию MLM, то есть до хрена компании, кто проводит аудит, но мы сейчас с тобой говорим про MLM в индустрии. Вот, я такого другого не знаю. Благодаря этому аудиту финансовому, риски, которые связаны с тем, что тетенька или дяденька собрали деньги и свалили, это исключен. Вот этот риск исключен. Единственный риск, который остается, это риск самого рынка, самого трейдинга. Я тебе скажу так. Исключен риск того, что это фейк. То есть, 100% трейдинг, он реальный. Здесь нет ни одного процента перемедальности. Риск того, что тетенька или дяденька Анна из Израиля возьмет сотни миллионов долларов, сделает пластическую операцию и бежит, в теории он существует. Но мы же с ними работаем, мы видим, это люди, кто 20 лет на рынке, естественно, они это никогда не будут делать. Потому что потом всю жизнь скрываться. Они порядочные люди, которые никогда не работали ни с MLM, для них это все новое. Вот они смотрят как математики на всю эту модель, да им это интересно. Они не маркетологи вообще. Ну, в теории, там один из миллионов этот шанс он остается. Аудит, он не гарантирует того, что... Потому что у нас модель, она децентрализованная в плане маркетинга. Она централизованная в плане трейдинга, да, ты это понимаешь. Потому что когда деньги со смарт-контракта уходят на трейдинг, они находятся на счетах корпоративных, эндотеках на бинансе. То есть, они под полным контролем компании эндотек. Вот, в этом смысле мы-то риска здесь никакого не видим, конечно же. Так, меня слышно, мне кажется, одно ухо выпало. Нет, нет, тебя очень хорошо слышно. Очень хорошо. Скажи еще пару слов про идею DAISY, которая связана именно с созданием нового уровня искусственного интеллекта, который будет использоваться в трейдинге, и именно на то, что собираются деньги именно по системе краудфайдинг. Вот два-три слова, почему это вас вдохновляет, почему, когда Анна рассказывает об этом, она просто светится и горит, и даже те, кто нифига в этом не соображает, они, слушай, а я, тоже заражаются. Ну, как, нас это вдохновляет, знаешь, на таком гипнотическом уровне в какой-то сфере, потому что сейчас искусственный интеллект – это очень трендово, мало кто понимает, что это такое, на самом деле, реально. Мы понимаем, что многие люди его боятся, потому что восстание машины – это… Да, 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 там «Терминатор» нас посмотрелось, да, искусственный интеллект. Но искусственный интеллект – это сейчас, конечно же, тренд, это так же тренд, как и «Дефайн», вот поэтому мы в двух трендах находимся, реально. И искусственный интеллект Анны, он уже три года дает очень крутые результаты. То есть, ну, какие результаты? Это 200, 300, 500% в год, да, то есть разные-разные такие доходности, да, это реально, все зависит от торговой стратегии. Не было ни одной торговой стратегии, которая за период один год дала бы минус, там, минимум, по-моему, 50-60%, но у них стратегия «Хариск-Харитон», то есть это высокорискованная, высокодоходная стратегия, они открыто об этом говорят, и всегда это в дисклеймерах тоже пишется, да, то есть здесь нет гарантии, что капитал, он сохранится, естественно, такого не бывает. Всегда где инвестиции, всегда есть иск, да, это мы все понимаем. Вот, и вот эта стратегия, она еще круче станет, когда Анна разработает суперинтеллект, как она его называет, то есть это новое поколение искусственного интеллекта, она, по сути дела, проведет крутой тюнинг вот этой системы, которая сейчас есть. И этот суперинтеллект, он в трейдинге будет помогать, отлавливать в режиме реального времени все события, которые, казалось бы, даже, может, не имеют ничего общего с трейдингом, там, начало учебного года, там, не знаю, там, какие-то каникулы, в той стране, в другой стране это все будет собираться. Заморозки, снегопад, настроение… Заморозки, снегопады, да, 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 все что угодно, да. Вот, и как это будет выглядеть, то есть, что такое искусственный интеллект? Это когда огромные массивы данных, они передаются, они собираются, аккумулируются, передаются, и на основе вот этих вот данных, да, идет обработка данных и производятся какие-то действия, да, вот это, в принципе, для работы любого искусственного интеллекта нужна подпитка данными. Вот эти данные в новой системе, они будут собираться уникальным образом, по сути, мы будем выходить за пределы матрицы, обычной матрицы, и смотреть как бы сверху, знаешь, на все происходящее. И таким образом, как Анна говорит, если, например, в крипторынке flat, то есть ровный рынок, и не откроешь ты позицию, не на чем зарабатывать, либо, наоборот, расколбас, качель, как мы видели в последнее время, как ты откроешь позицию, когда сегодня на 10% биток упал, завтра он вырос на 15%, ну, реально расколбас, это очень рискованно открывать. В такой период искусственный интеллект, он просто зайдет в Форекс, например, или на рынок фьючерсов, комодити и так далее, то есть на другие финансовые рынки. И все эти рынки, они будут совмещены, они будут чередоваться, вот, и будет… В смысле, это будет одна общая торговля на разных рынках, управляемая… Это будет одна общая, это будут разные торговли, естественно, у них разные регулирования, но все это будет как бы в одном таком общем пуле, да, под управлением одного общего искусственного интеллекта, да. То есть один искусственный интеллект будет всем этим управлять. Вот, для меня это вообще звучит как просто, ну, фантастика, я всегда искал. Я искал, я искал эти возможности, потому что мне финансовые рынки очень близки, вот, и это действительно очень круто. И таким образом получается, что те результаты, которые мы сейчас видим, они будут еще в несколько раз, по словам Анны, да, улучшены за счет этой системы. Год-полтора ей сейчас потребуется, она уже начала разрабатывать, первый миллион уже ушел на разработку, вот. Вот, они переехали, кстати, в крутой офис под Тель-Авивом, там самые крутые хай-теков, ну, финтех, хай-тек компании, вот, находятся в Израиле. То есть типа финансового центра Израиля, они там находятся, вот. И полтора года, год-полтора следующий, да, будет, уйдет на разработку этого искусственного интеллекта. После чего в следующем году планируется IPO. То есть это будет израильский такой, как бы даже уже не совсем стартап, потому что они с 2012 года, ну, вот в этом плане стартап, сейчас бурный рост у них, да, пошел, естественно. Вот, который оценивается с большим мультипликатором на финансовых рынках, потому что это финтех, это искусственный интеллект, то есть это самый-самый тренд. Инвестора хотят в такие компании инвестировать. Вот, а Эндотек, благодаря Дэйзи, получил такую крутую рекламу, что им сейчас постоянно все пишут, вот, все хотят вкладывать. Про Эндотек мало кто знал до того, как Дэйзи запустился. Вот, сейчас все пишут. Сила, сила сарафанного радио. Сила сарафанного радио, да. Хочешь, не хочешь, самая могучая модель, когда люди начинают это все передавать. Ну, это действительно так, да, это действительно так. А с точки зрения сетевой, я забегаю вперед, я тебе скажу, да, вот мы тоже в последнее время общаемся с лидерами, да, например, пришла к нам здесь, мы в Дубай сейчас, да, пришла группа немецких лидеров, да, один из них говорит, вот мы его задаем вопрос, Джереми задал вопрос, вот почему, что ты увидел в Дэйзи особенного? И он сказал, вот, одна вещь, которая мне супер понравилась, то, что здесь, говорит, никто у меня деньги не отнимет, не нужно ждать, нажимать на кнопку вывода средств, там, или еще что-то, мгновенно все децентрализованно начисляется. Вот это космос. Это очень круто. Если бы мне кто-то что-то подобное предложил, там, несколько лет назад, ну, я не знаю, это просто выглядело нереалистично. То есть, представляешь, все сетевики во всех компаниях ждут, когда можно будет вывести средства. Во многих компаниях это занимает несколько недель, бывает две недели, бывает одна неделя и так далее, да. Если это даже в крипте идет вывод, то все равно какое-то время уходит. И все равно есть какой-нибудь дядя, который стоит за этой системой, централизованный, потому что все компании – это централизованная система. Вот. И решает, выплачивать, не выплачивать. Может быть, проект стоит скомануть. Вот. Может быть, хватит уже людей дурачить, уже карманы набиты, да. Или, может быть, следует вот взять и всю команду Кати, а Катя так старалась, она строила, взять и перекинуть целую веточку к другому лидеру, да, потому что у него договоренность с другим лидером, да. Или сказать, Катя, а ты еще в другой проект зашла, ты против правил работаешь, мы тебя сейчас терминируем. И Катя заходит в кабинет, а ей написано, доступ к кабинету заблокирован. Вот эти все, понимаете, это боль, это боль сетевиков. И мы ее знаем, мы через это проходили. У нас были истории у всех, потому что много лет на этом рынке. Вот здесь все эти боли, они решаются. Нет здесь этого. Никто здесь никого. Ни терминировать не может, ни заблокировать не может. Вот. Не нужно ждать, не нужно нажимать на кнопку вывода, потому что вывод происходит в момент, когда проплата идет пакетов. То есть, ну разве это не фантастика с сетевой точки зрения? Да, я думаю, что это очень большой плюс, очень большой для многих. Ну как бы, мы считаем, что это, мы считаем, что это тренд, бесспорно, это тренд, который в будущем, то есть это будет, скажем так, новый стандарт, который не только в индустрии MLM, в любой другой индустрии, сейчас блокчейн, да, и DeFi, особенно вот в финансовых рынках, он приносит этот стандарт децентрализации и полной прозрачности. Вот. Если ты не прозрачен, если ты не децентрализован, вот, то ты устарел. То есть, вот этот тренд, он будет набирать обороты. Через несколько лет все больше MLM-компаний, они будут просто работать по этому механизму. Единственный минус, то, что технически смарт-контракты, они пока отстают, вот, и тяжело технически запрограммировать какой-то сложный маркетинг, например, да. Почему вот мы такую большую паузу взяли? Потому что реально в один смарт-контракт ты не вобьешь все, что мы хотели вбить. Вот. У нас сейчас один смарт-контракт, он делится на семь. Ну, это как бы такие функции отдельные, они в отдельные смарт-контракты, там под контракты выделяются и все. То есть, это целая экосистема такая создается, смарт-контракты. Скажи, пожалуйста, вы сейчас, я знаю, что все соучредители собрались в Дубае, у вас там очень много работы. Скажи, пожалуйста, вы уже как-то продумываете саму систему продвижения работы? Потому что на предподготовке, на предзапуске были, скажем так, проведения каких-то презентаций, есть одни слайды, есть какой-то общий концепт, общий формат, что будет. Как вы видите систематизацию работы, может быть, обучение, может быть, я не знаю, какие механизмы. Вы продумывали, вы проговаривали уже, как это будет, когда уже произойдет запуск? Потому что я так понимаю, что он уже вот-вот-вот-вот прям. Да, хорошая новость заключается в том, что запуск у нас на следующей неделе состоится. Вот. И в пятницу мы должны озвучить дату, то есть реально мы уже на финишной прямой. Вот. Как будет проводиться работа? Вот во многом ее будут проводить лидеры. Вот. У нас очень крутые лидеры. У нас рекордное количество мастер-дистрибьюторов вообще разных компаний, в том числе продуктовых, по всему миру. Они все в Дези. Они либо секретно в Дези, потому что они мастер-дистрибьюторы в других компаниях, они не могут открыто. Но у нас, по большому счету, в кабинете не написано, что там зашел там Джон там или там Вася там или еще кто-то, да. Никто не знает, кто зашел. То есть только кошелек известен. Сейчас мы вводим верификацию KYC, мы сможем это знать, но мы и так знаем, кто к нам заходит. Вот. Но это никак не будут знать там спонсоры и так далее, да. То есть люди не будут политься здесь, да, потому что понятно. Опять-таки, почему они скрываются? Потому что они мастер-дистрибьюторы, если узнают, что они в другой там проекте, их могут терминировать, да. Возвращаемся к этой же истории. Вот. Поэтому о какой-то методике работы сейчас говорить тяжело. Наша задача, во-первых, выкатить техническое решение, да, чтобы все работало. Отладить его, потому что все равно какие-то глюки будут. Идеального не будет, я тебе сразу скажу наперед. Идеального не будет ни кабинета, ничего. Оно будет постепенно оттачиваться, отлаживаться. Вот. Но главное, что сам движок, он будет работать. Вот. После этого уже у нас, конечно же, будет какая-то серия зумов. Так, поскольку мы глобаль, у нас 15 языков, вот, требуют новые языки, там, не знаю, фарси вот просят, например, да, там, на хинди мы перевели и так далее. То есть мы по всему миру, индонезийский сделали перевод. Вот. Нам нужно коммуницировать со всем сообществом, нам нужно пиаром заниматься по всему миру. Работы очень-очень много. Конкретно рекрутинг, если ты говоришь про рекрутинг, да, то здесь уже у нас не будет единой системы. Я не думаю, что она будет, потому что все рынки разные, вот, лидеры разные. То есть каждый лидер, он сможет уже каким-то образом работать. Вот. Мы, единственное, будем одобрять пауэрпоинты, да, либо какие-то промо-ролики. То есть это мы будем смотреть. У нас комплайенс будет, чтобы люди не называли это инвестициями. Не говорили, что у нас здесь возвратные инвестиции, ну, с легальной точки зрения, да. Не говорили о том, что, грубо говоря, что не приписывали нас там каким-то другим смарт-контрактам, которые являются просто такими денежными пирамидами. Понимаешь, для того, чтобы это не происходило, Илья, я думаю, что нам кажется, потому что мы крутимся, мы варимся в определенных кругах, и все между собой друг друга знают, и нам кажется, что это такие элементарные простые вещи, в которых люди должны разбираться. На самом деле, вот, особенно в 2020 году, огромная плеяда людей, огромная армия людей, которые никогда не занимались ни инвестициями, ни трейдингом, вообще ничем, вдруг впервые начали интересоваться в эту сторону. Почему? Потому что мы знаем, что 2020 год развернул сейчас большое количество людей и в денежном плане, и в профессиональном, и все понимают, что нужно делать какие-то источники. Но ты же понимаешь, что за 15 минут, ты уже сколько лет занимаешься моим обучением, и то, да, но за 15 минут, за полгода, даже за несколько месяцев, понять какие-то вещи, такие серьезные, уметь анализировать, уметь, допустим, различить те же смарт-контракты, да? Вот ты говоришь смарт-контракт, для тебя это понятная вещь, что за ней преимущество и так далее, но многие люди скажут, я это просто слышу, они говорят, я знаю три компании, у них тоже так же, как у вас все круто, у них тоже смарт-контракты, вот, понимаешь? И как научиться всем этим людям, которые только-только знакомятся, понимаешь, как им научиться анализировать, чем отличается, допустим, наш трейдинг, наши алгоритмы от тех трейдингов, которые каждый, я не знаю, день появляются новые компании, которые говорят, у нас крутой трейдинг, у нас 1%, у нас 1,5% или у нас там 30% в месяц и так далее, и везде вроде трейдинг, как им всем понять? И вот если не наладить какие-то элементарные, я не знаю, курсы, ну, самые, скажем так... Я понимаю, о чем ты говоришь, вот, что-то типа Дэйзи Академии, да, и так далее, я на эту тему думаю, вот... Раз, раз, раз мы связали с Индотеком, раз Индотек у нас такое передовое и такие технологии показывают, то почему не заняться еще и вот этим направлением, потому что... Сто процентов, ну, просто, да, дело в том, что нельзя все сразу же сделать, вот... Ну, хотя бы... Я понимаю, я сам понимаю, мы все понимаем, что должно быть сделано, да, и сейчас мы поэтапно это будем, конечно же, внедрять. Сейчас у нас, ты сама понимаешь, уже задача затянувшаяся, это старт. После того, как мы стартуем, немножко мы, как бы, вздохнем спокойно, что, по крайней мере, движок работает, да, и дальше мы уже будем это все подкручивать, подвинчивать по всем фронтам, что называется, а фронтов очень много, потому что есть фронт легальный, есть фронт финансовый, есть фронт образовательный, есть фронт айтишный, сайты, ролики, пиар, пресс-релизы, вот... Причем в разных странах, да, это Япония, это Китай, Вьетнам, это Европа, вот... Там вплоть до того, что предлагали в Wall Street Journal написать статью в Америке, да, мы отказались, мы, потому что в Америке мы не работаем, то есть с американцами мы не работаем, нам не нужна Америка, вот... То есть за всем за этим нужно следить, то есть это уже, знаешь, это управление, вот, хотя мы децентрализованы с одной стороны, да, мы же не можем это пустить все на самотек, типа, все, включить кнопку, рубильник, включить, короче, и все, типа, дальше оно все само будет работать, оно, конечно, не так. А смарт-контракт справится, да? Да, 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 смарт-контракт, он справится, его реально не остановить, это вечный двигатель, его реально не остановить, то есть, понимаешь, ну, как ты его остановишь, вот, но это все равно бизнес, мы уязвимы в плане того, что деньги уходят в эндотек, эта часть, она централизована, поэтому нам нужно быть полностью легальными, compliant, то, что по-английски называется, для этого нам нужно дружить с регуляторами и так далее. У нас модель инновационная, нам говорят, что даже, в принципе, как сказать, поскольку подобной модели не было на рынке, да, такой вот краудфандинг через смарт-контракт в таком виде, да, вот, возможно, под нас какие-то даже новые, там, какие-то регулирования, там, или законы будут, я не знаю, как это все будет. Посмотрим? Посмотрим. Смарт-контракты сами по себе, они не регулируются, потому что это новая индустрия, она сейчас взрывает весь мир, это миллиарды долларов, вот, рынок DeFi, про него все говорят, там дофига скамов, дофига обмана тоже, да, вот, но мы не токен-компания, не коин-компания, да, очередная, вот, у нас нету своей монеты, если вдруг когда-то она у нас будет, то только после того, как будет уже многомиллионное сообщество, чтобы нам была какая-то ценность, да, мы не строим этот бизнес вокруг какой-то монетки, вот, потому что данная модель, она, ну, она такая, она как пузырь была бы, да, то есть это раскачивать монету, накачивать монету, вот, а потом уже, да, то есть бежать впереди паровоза получается, да, это неправильно, вот, хотим сначала создать экосистему, создать комьюнити, вот, и после этого уже можно прикручивать все, что угодно. Вопрос. Какая прогнозируемая прибыль по росту акций эндотека, которые люди получат, инвестируя в Дэвиде? Сложно здесь ответить, вот, но по нашим прогнозам, по нашим прогнозам, да, эндотек это будет единорог, это компания с миллиардной капитализацией, я думаю, много миллиардной капитализации, потому что там очень сильный мультипликатор, учитывая количество средств, которые они сейчас под управлением принимают, количество комиссий, которые они будут получать, потому что на самом деле, на самом деле еще же никто же не выводил средства, и никто, и эндотек еще не зарабатывал, вот, у эндотека сейчас в управлении, допустим, 30 миллионов, и сколько там сумма, да, они с этого ничего не зарабатывают, они будут зарабатывать только тогда, когда клиенты будут выводить деньги, да, если клиенты зарабатывают много, то эндотек заработает много, потому что маркетинг так устроен, что часть будет идти им в карман. И вот этот как раз заработок, он будет влиять на капитализацию компании «Эндотек». Вот в теории может так сдаться, что за счет только роста акций будет отбиваться изначальная сумма на пакет потратить. И может быть в несколько раз отбиваться. Но какой-то прямо математической модели сейчас дать очень тяжело, потому что очень много разных факторов, которые на это влияют. — Так, ребят, давайте вот если у вас есть еще какие-то вопросы, те, кто вот слушал диалог, потому что, наверное, уже надо будет сейчас... — Да, давай мы сейчас не будем затягивать, достаточно. — Да, буквально пару минут, если есть серьезные вопросы, напишите, кому это интересно. Ну, а если нет, я думаю, что для первого раза спасибо тебе большое, что все-таки ты смог победить дубайские заморочки и выйти к нам. Все очень сильно расстроились, особенно я. — Ну, конечно, ты планировала это все делать, да я тоже как расстроился. — Да, поэтому я очень тебе благодарна за то, что ты и время нашел, и смог все-таки там подключиться к нам, и что мы все-таки немножко обсудили. Я думаю, что когда-то уже в ближайшие дни будет объявлена дата запуска, да? Вот, и уже начнутся какие-то регулярные, более серьезные погружения, чтобы люди во всем могли разобраться. — Абсолютно верно. Я специально все это время не поддерживал, скажем так, комьюнити, ну, в том числе русскоязычное, в каком-то таком... ну, в какой-то мотивации или еще в чем-то, да? Потому что какой вот этот смысл, да, если мы не знаем дату запуска? Вот сейчас мы ее узнаем, у нас будет несколько дней. За эти несколько дней можно будет сделать много чего. То есть можно будет купить троны, можно будет их проконвертировать в USDT, у кого уже есть троны, да, мы все это покажем, обучим. Там очень-очень все легко. То есть те же кошельки остаются для старичков. Вот, подготовятся, по маркетингу подготовятся, вот, по продуктовой части подготовятся и, в принципе, пойти вперед. Там, вон, Руслан, я вижу, спрашивает, да, привет, Руслан. Маркетинг такой шальной, такой крутой, что ты не поверишь, насколько он крутой. Вот, но я сейчас не буду на словах рассказывать. Это форсированная матрица. Это форсированная матрица 3 на 10, но с линейкой. И плюс с двумя пулами лидерскими, которые платят нереально большие деньги. Нереально большие деньги. По большому счету, если ты попадешь в лидерский пул, лидерский пул, то считай, что ты себе пенсию обеспечил. А попасть туда можно, в принципе, за несколько недель. Вот, сделав достаточно простые действия, да. У нас люди, сейчас вот на старте новые вообще люди, лидеры с разных стран, ставят цель в первый же день попасть в этот пул и получить несколько долей. Поэтому, Руслан, отдельно потом перешлем тебе материалы. Вот, посмотришь по маркетингу, все это есть. А скажи, пожалуйста, вы там сейчас слайды не обновляли? Слайды мы обновили еще несколько недель назад. У нас проблемы, некуда их было выгрузить. Мы сейчас обновляем сайт, сайт, Daisy Crowd. И на этот обновленный сайт мы уже выгрузим, у нас будет отдельный раздел, выгрузим слайды на 15 языках. Если ты говоришь про русские слайды, то я их скидывал, всем передавал. С тех пор не было. Они не обновлялись, как бы не обновлялись. Не-не-не, про USDT пока вот этих новых слайдов нет. Там старая информация про TRX. Там вот Женя спрашивает, еще вопрос задает. В официальном документе, вот, да, люди хотят официального всего официального. Вот, что конкретно интересует? Есть документ о том, что Эндотек – это не Шарашкина контора, а легальная компания израильская. То есть свидетельство о регистрации – это есть. Вот, будет документ у нас, аудит, который Эндотек проходит, да, он тоже будет. Пока что его нету. Есть записи зумы на 8 языках, я лично их проводил, где Анна показывает, оголяет, и Катя это видела, да, показывает счета на Бинансе, и остаток этих счетов, он полностью сходится с тем, что мы видим в кабинете, да, тютелька в тютельку, что называется, вот, показывает всю структуру торгов. Никто тоже этого не делает, на самом деле. Все десятки миллионов долларов просто показывают открыто, как на Бинансе это все выглядит. Вот это та прозрачность, которую мы имеем. А если речь идет про аудит смарт-контракта, то он будет аудироваться, вот, и позже мы выкатим этот аудит. То есть у людей будет тоже уверенность в том, что смарт-контракт не имеет каких-то бэкдоров, тут никто не тырит деньги, вот, нам самим этот аудит, он крайне важен. Нам самим он важен. Плюс комьюнити, мы давно обещали, что будет аудит, мы его сделаем. Мы его, в принципе, уже начали делать, просто это долгий процесс. Ну ладно, Илья, все, спасибо. Какая такая Анна сегодня несколько раз звучало имя. Руслан, Анна это, к величайшей гордости, женщина из России, потрясающе умная, несмотря на то, что очень умный человек с шикарным российским, начало российским образованием, несмотря на это, семейный человек, имеющий семью ребятишек, потому что обычно парадокс, умные женщины, они обычно говорят с семьями, с ребятишками, и все в работе, а тут все как бы в балансе. Ну, Анна, это как раз тот человек, который возглавляет эндотек, это вот сама голова, сама идеолог, практик, которая уже много, очень много лет на рынке показывает свою работу, человек, который создает все эти алгоритмы. Вот, и именно с Анной, вот Илья рассказывала о том, как они запартнерили с эндотеком в лице как раз Анны. Но она там не одна, у нее есть целый штат таких же умных ребят, вот, и вот как раз мы с ними будем работать. Я думаю, что когда произойдет официальный запуск, я думаю, что Анна выйдет на связь и... Мы ее, да, на русском языке мы ее обязательно позовем. Да, она расскажет о всех своих разработках, всех планах, и об искусственном интеллекте, и об алгоритмах, и о трейдинге. И она, несмотря на то, что она безумно умный человек, она говорит довольно понятным языком, вот. Вот, и, ну, это видно, что человек не просто в голове какие-то рождает идеи, а что человек это знает, делает, и делает это очень эффективно. Поэтому очень интересная личность, очень. Руслан, Анна, это твоя королева. Не знаю, что ли. Я тебе забегаю вперед, забегаю вперед, говорю, да. Хорошо, Катя, всегда рада общению с тобой. Да, вот я думаю, что мы продолжим эту традицию, вот, в принципе, эти бродкасты в Инстаграме, это хорошая штука, да, эфиры. Вот, и ждем тогда запуска, вот. Потому что я думал, на самом деле, в таком формате до запуска какие-то интервью или что-то особенно не давать. Мы-то, у нас такая внутренняя договоренность, я тебе, так сказать, по старой дружбе согласился, вот, побеседовать. Так мы ждем запуска, вот уже после запуска мы... Я просто хочу, чтобы больше людей ждало запуска. Конечно, конечно. Вот, после запуска, я думаю, что мы серию мероприятий обязательно наладим. Вот, и те люди, кому интересна прозрачность, вот, кому нужны гарантии, что их не дурачить, не обманывают, что все цифры, они соответствуют тому, что действительно есть, на рынке крипто-тренинга, да, мы сейчас говорим в первую очередь про крипто-тренинг. Вот, все люди могут примкнуть к сообществу Dezzy в той или другой форме, вот, о чем вам расскажут ваши пригласители. Так что хорошего дня и останемся на связи. Пока. Спасибо большое.